Специальный аппарат для реставрации бумажных документов появился в арсенале Государственного архива Хабаровского края. До сих пор всю реставрационную работу приходилось выполнять вручную. Электронная машина запрограммирована на десятки различных операций, в том числе самую кропотливую работу наращивания утраченных фрагментов архивных документов. Репортаж Натальи Смолениновой. Екатерина Миллер восстанавливает архивные документы 25 лет. То, что годами она выполняла вручную, теперь делает ее новый электронный помощник – голландский мультиреставратор. Сейчас, например, процедура увлажнения. Без нее старинная бумага просто рассыпется в руках историков. Она не впитывает, она увлажняет, но не впитывает влагу. Вот самая фишка. До приобретения этой машины мы увлажняли как? Если сухой документ, мы из полилизатора увлажняли. Если лишняя влага появлялась, мы впитывали фильтровальной бумагой. Раньше Екатерина Миллер видела такие аппараты только в командировках у коллег в Москве. Теперь сама учится им пользоваться и, говорит, очень волнуется. Во-первых, важно не навредить документам. А во-вторых, стоимость машины внушительная. Шесть с половиной миллионов рублей выделили Краевому архиву на ее приобретение. Как вы считаете, машина делает, не знаю, лучше, быстрее, чем вы? Или с человеком ничто не сравнивает? Ну, что быстрее я еще уверенно не могу сказать. Надо, время для этого нужно. Но то, что качественнее, то да. Электронный мультиреставратор способен выполнить 28 видов работ. Очищение, обеззараживание, удаление чернильных клякс, отбеливание и самое важное наращивание утраченных фрагментов бумаги. Вот, скажем, утраченный фрагмент, да? Документ 1899 год. Нам надо приготовить водяную пульпу. Это бумажная масса. Делается из документов, из подходящей по структуре бумаги. Ну, в общем, я вчера подобрала по цвету бумагу, порезала бумагу. Ну, в общем, таким образом заливаем. После заливки мультиреставратор впитывает влагу, а документ получает недостающий фрагмент бумаги. Вот эти белые вставочки – это и есть результат работы машины. Да, да. Какие-то буквы, надписи восстановить, конечно, невозможно, но зато теперь документ целый и он больше не сыпется, да? И риск его разрушения, он гораздо ниже. Остается лишь подрезать края, вернуть документ в работу историком и приступить к следующей реставрации.